Телеканал КРТ представляет Первое, понятно, уничтожить и нажиться на этом землями, активами, людскими ресурсами. Уничтожить конкурентов. И второе, для того, чтобы видоизменить расклад сил на евразийском континенте, в том числе не в пользу России. Ну не секрет же ни для кого. Игра идет, крупные игроки играют друг против друга. Вот в данном случае, чем хуже будет у границ России, это понятно было еще потому, что творили с Украиной, тем лучше, допустим, для так называемого англосаксонского мира. Мы с вами достаточно неплохо анализировали ситуацию в Республике Беларусь. На сегодняшний день Лукашенко у власти. Он признается руководителями государств, в которых проживает 2 миллиарда человек. Он признается крупными и сильными лидерами в этом мире. И не признается не сильными лидерами в этом мире. Парламент Европы заявил о том, что они его не признают президентом, потому что было много нарушений. Ну, я так понял, Лукашенко в виду это имел. Как тогда мы и предполагали, санкции он проходил. Напугали ежа голой жопой. Причем он видит тенденции, которые охватывают западный мир. Им сейчас не до этого. Это раз-два. Еще два раза посмотреть, кому эти санкции будут позитивны, а кому негативны. Что сегодня удивило? Я видел его перелеты на вертолете. Это же выкладывают в интернет. От одного предприятия к другому, к третьему, четвертому, там, где забастовки пошли. Меня приятно удивило то, что этот человек на вертолете не улетел куда-то из страны, не убежал к Путину, к Эрдогану, я не знаю, к кому-нибудь еще, к Си Цзиньпиню. А он у себя в стране. И он, не боясь, выходит к толпе. Да, с кем-то шумит, на кого-то ругается, с кем-то пререкается. Но он это делает не боясь. И он по-честному говорит, как он будет себя вести дальше. Он ведет себя по-государственному, по-мужицки и правильно. Да, он говорит, что, опять же, это то, о чем мы с вами говорили раньше. Он пойдет на уступки. Но не так, как они хотят. Он не даст, надеюсь, очень надеюсь на это. Во всяком случае, похоже на то, что он не нацелен и не заточен сдавать интересы страны и сдавать страну. Возможно, он пойдет на перевыборы, на изменение Конституции, на уменьшение президентских полномочий. Но потом, после проведения референдума. И это правильно. Президент Германии ему говорит, поверьте моему слову, лучше его нафиг, лучше отдайте власть. А не тот ли это президент Германии, который, будучи послом, министром иностранных дел, обещал Януковичу гарантировать там всякую безопасность украинскому конституционному строю? И потом, чем это все накрылось? Каким медным тазом? Поэтому, думаю, что оценка словам этих людей дана. Это первое. Второе. Смотрите, какое, мягко говоря, странное поведение у конкурента Лукашенко, у жены блогера. Как зовут ее? А, у Тихановской. У Тихановской. Она, после того, как КГБ Беларуси рассказала ей, по-видимому, о том, что ее собирались убить, как сакральную жертву, с помощью КГБ Беларуси покинула страну, уехала в Литву. Там записала видео, типа, все, стоп, ни во что не играю, ничего не хочу. Семья эта самая классная, а вы расходитесь все по домам. Прошло пару дней, в эти пару дней послы и прочие эти поляки и литовцы выбрасывали месседжи о том, что она скоро что-то скажет, скоро-скоро, она готовится, сейчас будет запись, сейчас-час-час. И тут пошла запись. Эгэ-гэй, давайте, заново протестуйте. Я пока тут, но вы там попротестуйте. Давайте поглубже, посильнее, порасшатывайте. При этом оппозиция не хочет перевыборов, при этом оппозиция не хочет пересчета голосов. Они отлично понимают, что не бывает 80-процентной фальсификации. Физически это невозможно. Вот просто запомните это. Не бывает. Поэтому они понимают, что пересчитают, будет то же самое. Перевыборы проведут, пусть будет 70 на 20, пусть 60 на 30, неважно, но не будет победы. Победа за Лукашенко, это очевидно. Почему? Потому что для многих пример Украины, пример бардака во всем мире нарицателен. И люди не хотят такого бардака у себя дома. Так вот, оппозиция говорит, не-не-не, я такого не хочу, Я просто сразу скажу, говорит оппозиция, мы и есть победители, нас все признают, мы такие все признанные. И вообще, я хочу сразу быть национальным лидером. Я когда это видео посмотрел, позвонил сюда режиссерам, говорю, ребята, подберите, пожалуйста, вот эту сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Помните? Старая сказка. Протись, поклонись о рыбке, не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть больною царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба? Белый объехал. Не ступить, не молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство. В принципе, этот кусочек идентичен обращению лидера так называемой оппозиции. Ну, во всяком случае, смыслово. Ты говорить не умеешь, куда тебе целое царство? Это первое. Второе. Ну, как же так? Вот смотрите, насколько трафаретно работают западники по развалу страны чужой. Не важно, победил человек или нет. Подошел в обработке, заряжен, все нормально, наш. Приняли. Дальше пошаговая работа. Понятное дело, что эксцесс КГБ не предусмотрели, и вот этот побег для них был дик, вероятно. Но потом как-то там наладили психологи, психотренинги, еще что-то. И говорят, а мы признаем ее президентом. Теперь она президент. Как? А люди ж проголосуют. Да это не важно. Мнение ваших людей нам неинтересно, потому что они заблуждаются. Они неправильные, некачественные, еще какие-нибудь. Та же самая ситуация была в свое время в Венесуэле. Это годичной давности история. То же самое, один в один. Мадуро президент, проводятся выборы. Ему в противовес назначают человека по фамилии Гуайдо. Он проигрывает в пух и прах. А штаты и сателлиты говорят, не-не, он выиграл. Все, поздравляем, ваше превосходительство. Вы теперь президент. Как? А страна проголосовала за друг друга. Да это не важно. Важно вот, что мы вам сказали. А Венесуэла сказала, не-не-не, не, подождите, подождите. Мы хоть и маленькая, но гордая и суверенная республика. И будет по-нашему. Гуайдо уехал он там в турне сейчас то там, то сям в Южной Америке, в Северной. И тут через границы начали проникать командос, отряды. Вооруженные до зубов. Понятно для чего. Точно не печеньки раздавать на Майданах. Ну, а может быть и печеньки. Опять же сработали силы безопасности, а сработала армия. Не то ли сейчас происходит в Беларуси? Смотрите. Зачем регулярная армия поехала на границу с дружественной Литвой, Польшей проводить учения? В чем проблема? В чем? Да все очень просто. Они понимают, что что-то похожее произойдет от друзей. Если граница будет недостаточно нормально прикрыта и охраняем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова